Фокус! Фокус, Джосиф! Найс! Кикбол-чанж! Кикбол-чанж! Рейнольдс родился в канадском Ванкувере и был самым младшим из четверых сыновей, а также самым энергичным и, как он сам говорит, нервным. Его более спокойные братья стали полицейскими, а Райан сначала играл в школьных постановках, а потом в подростковых сериалах на телевидении, засветился даже в секретных материалах, а затем, бросив в колледж, уехал в раздолбанном джипе в Лос-Анджелес покорять Голливуд. В Штатах молодому актеру удалось заполучить роль в ситкоме «Два парня и девушка», подозрительно напоминавшим сериал «Друзья». Ну, возможно, я не самый лакомый кусочек на этом аукционе. За двумя успешными сезонами последовал спад, однако Рейнольдса уже заметили, и он ворвался в кинотеатры в образе короля вечеринок Вэна Уайлдера, вечного студента с неутолимой жаждой веселиться и получать от жизни удовольствие. Уайлдер раскрыл комедийный талант актера, и хотя фильм не стал большим кассовым хитом вроде «Американского пирога», обаятельный шутник Рейнольдс полюбился зрителям. Да и где сейчас звезды «Американского пирога», а где Рейнольдс? Канадец точно не хотел застрелять в одну амплуа, а потому соглашался и на роль вампира со смешной бородой, и на перевоплощение из добродушного парня в злодея в хорроре «Ужас Амит Эвилля». На съемочной площадке фильма ужасов Рейнольдс специально не общался с детьми, чтобы не привязаться к ним и лучше сыграть ярость. Однако критиков впечатлила другая работа Рейнольдса, вызывающий клаустрофобию триллер «Погребенный заживо», в котором его герой все время находится в заколоченном гробу, пытаясь выбраться и не сойти с ума. От романтических комедий Рейнольдсу с его-то внешностью тоже было никуда не деться. Сам же Рейнольдс все это время мечтал о карьере супергероя, однако судьба уготовила ему пару фальстартов, о желании сыграть Уэйда Уилсона, он же Дэдпул. Рейнольдс заявил еще в 2005 году, и как только представилась возможность, выбил себе роль в фильме «Люди Икс. Начало Росомаха». Однако такой образ Дэдпула, скучный и мрачный, не понравился ни Рейнольдсу, ни фанатам комикса о болтливом наемнике. Дэдпула не взлюбили. Другой проект Рейнольдса по комиксам, «Зеленый фонарь», провалился в американском прокате. Зато последний свел актера с будущей женой Блэйк Лайвли и научил не бояться высоты. Они сказали, что кольцо увидело во мне нечто особенное. Что-то, чего я не вижу. Пока. Звезда на Голливудской аллее славы, красавица-жена, стабильный поток предложений, от криминальных триллеров и драм до фантастических комедий про привидения. Чего еще желать? Возможно, не хватает общения с животными? Привет, дружище. О, Боска, что за день? Что за день, если бы ты только был там? Ты трахнул ту сучку. За роль в голосах Маржан Сатрапи актер в очередной раз получил похвалы критиков. Но Рейнольдс не оставлял надежды воплотить на экране образ Дэдпула, таким, каким он хотел его видеть, абсолютно безбашенным, с рейтингом 18+, шутками на грани фолы и, конечно, втиснутой в красное трико задницей. Но Дэдпул выразился бы по-другому. Сюрприз! У нас тут совсем другое кино про суперов. И начнем мы его с тех времен, когда еще не втиснул свою жопку в резиновое трико. Актер нанял сценаристов, сам писал вместе с ними, разрабатывал проект со специалистом по визуальным эффектам Тимом Миллером, а после того, как в сеть попали рабочие фрагменты и вызвали восторг у фанатов, сумел убедить студию выделить пусть скромный для супергероя, но все же бюджет. Чтобы восполнить дефицит бюджета, Рейнольдс и его команда вложились по полной в продвижение проекта, организовав едва ли не самую креативную рекламную кампанию фильма за последние несколько лет. Пародийные ролики, билборды с ребусами и зе Модзи, интервью в костюме Дэдпула, Рейнольдс отдавал любимому герою все свои силы и время. Результат был ошеломительным. Картина заработала в мировом прокате в 13 раз больше своего бюджета, а Дэдпул ожидаемо получил сиквел и долгую жизнь на киноэкранах. Осуществив свою мечту и доказав, что комедийные супергеройские боевики со взрослым рейтингом могут собирать большую кассу, Рейнольдс не забыл о том, что его герой, Уэйт Уилсон, получил свои суперспособности в попытке победить смертельное заболевание – рак. В процессе работы над фильмом и после него актер не раз навещал детские больницы и общался с юными пациентами, для которых Дэдпул стал воплощением борьбы за жизнь. Всего-то рак печени, легких, простаты и мозга. Я и без них проживу. Рейнольдс продолжает сниматься не только в комедиях, однако даже серию интервью по научно-фантастическому фильму «Живое» он способен превратить в пулеметную очередь из шуток, доводя своего коллегу Джейка Джилленхола до истерики. Эй, б***ь, давайте вместе, или давайте начнем с «б***ь-танью», хорошо? Я всегда сказал, «Самер, я бы возьму б***ь-танью». Я бы никогда не любил ни о чем, как я любил тебя. Я бы сказал это мне мужу. И когда я посмотрел в глаза, я знал, в тот момент, что если мы были в атаке, я бы использовал мою мужу как человеческий защитник, чтобы защитить этого ребенка. еще не влюбились в Райана Рейнольдса? После этого видео у вас нет шансов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин